Здравствуйте! Хочу отдохнуть на море, буду отдыхать и всего лишь 5 дней. И вот перед вами сумка, в которой собраны все мои вещи для того, чтобы я могла спокойненько отдыхать. Вот это полностью всё то, что я беру с собой в дорогу. И плюс ещё маленькая сумочка, в которой у меня находится телефон, денежки, салфеточки важные, салфеточки сухие, бумажные, да, и проездной там билет, такая вот мелочёвочка, телефон, ручка и очки для зрения. А в этой сумке, в основной, весь основной мой багаж. И, как всегда, что самое важное в дороге, покушать, да. Так вот, если я еду одна, я практически с собой никакую еду не беру. Что я беру? Я беру сухарики или печенюшку, печенька, и беру обязательно, конечно, воду. Воду я хорошо, видите, у меня замороженная, берзлая вода, надеваю сверху кулёчки. И вот, допустим, вот этой одной бутылочки мне хватает практически на полдня. Она потихонечку размораживается, водичка я потихонечку её пью, она холодненькая. И вот это вся моя еда. Ни перед дорогой я особо не ем, ни в дороге. Заодно будет хороший разруточный день. Но когда я еду, конечно, уже с семьёй, там уже другой опрос. Пока я еду одна. Сумку открываю и показываю. Значит, сверху лежит у меня зонтик. Потому что если вдруг будет дождь, то, чтобы я не рылась, у меня лежит сам наверху. Ну и прищепочки вот эти, там я четыре или там сколько, шесть штучек, на всякий случай, должно быть. Затем, затем у меня идёт такая упаковочка, как я говорила вам. Сейчас я вам показываю. Сумку пока в сторону вставляю. И что у меня здесь? Ну, здесь у меня все самые необходимые, самые серьёзные мои наряды. Значит так, смотрите. Всё это аккуратно, всё это мне так это сложено. Какие я беру с собой вещи? В основном беру с собой вещи, те, которые не очень мнутся. То есть это вискоза или там какой-то полушелк такой, не стопроцентный шелк. Но это и простые такие батистовые ткани. Или, допустим, если эта ткань, допустим, мнётся, то она потом легко, можно её разладить. Практически утюги есть везде. Но даже если не будет утюга, я её увлажняю, повесила и могу идти гулять. Так, но если я еду поездом, значит я там, допустим, ночёвка, даже если я не сплю, не буду спать, я всё равно должна переодеться, я сниму свой наряд, ну наряды любую, там есть платья или сарафан, я тоже буду ехать таком, и я переодеваюсь. Что я беру с собой? Видите, у меня тоже лежит всё это с краю. Значит, я беру с собой штаники трикотажные, лёгкие, тонкие, вот, и беру с собой футболочку. Это мой наряд, в котором я нахожусь в поезде, туда и обратно, я переодеваюсь. Затем, ну естественно, я беру с собой, я по очереди вынимаю, сумка. Сумку я беру пляжную, опять такая, чтобы она была полегче, легко свернулась и занимала очень и очень мало места. Практически можно её даже не брать, можно просто взять большой кулёк, я показываю, как я это всё делаю. Так, а теперь, в чём я буду ходить на пляж? Значит, мне нужны какие-то наряды. Значит, вот юбка, такая юбка, которую я вам показывала уже в предыдущем видео, клишевая. И опять-таки, видите, вот это свёрнуто, это футболочка такая. Она меня, кстати, очень выручает, она совершенно не тоненькая, хорошенькая такая. И купальники мне нужны будут. Сколько я беру купальников? Купальников я беру минимум два купальника, обязательно два, потому что, ну такая, уже можно и три взять. Это купальники, я вам так это показываю. Видите, всё своё, всё покажу, что я беру. Всё своё барахло, да? Ну и, естественно, наряды. Вот эти две, два кусочка ткани. Тот наряд, который вы тоже на мне видели, вот подобно вот этому. Это тоже я буду делать, такие себе платьица летние, ходить и бродить по морю. Дальше, что у меня ещё? Шляпа, шляпу я не буду брать, потому что её нужно или надевать, или, ну, в общем, как-то вести. Поэтому я возьму косыночку. Из косыночки я легко сделаю себе или шапочку, или просто её завяжу. Что у меня дальше? Ну и, конечно, на пляж обязательно шлёпы. Обязательно шлёпы. Тоже я упаковала, всё это положила. Но всё необходимое есть, что мне ещё надо? Так, теперь вдруг будет прохладно вечером, холодно будет. Значит, я не беру кофты. Я беру шарф, такая паутиночка тёпленькая. А из шарфа я спокойно сделаю себе всё, что я захочу. Или просто я его наброшу на плечи, или я сделаю себе безрукавочку, или я сделаю себе такой тёпленький-тёпленький-тёпленькую вещь. Я, наверное, даже вам сделаю отдельное видео, как это всё я умею делать и умею изобретать. Так, ну что у меня дальше? У меня дальше ещё есть определённые вещи. Давайте я всё вам сейчас выму, чтобы я ничего не забыла. Так, с этой сумки. Ну, здесь такие вещи, так, интимные, да? Приметы личной гигиены, нижняя бельешка, да? А это я вам сейчас покажу всё остальное. Очень удобная эта сумочка. Чем? Она очень удобная, я всегда её беру друг в другу, потому что её практически не нужно, видите, не распаковывать, ничего. Я приехала, вот подвесила там в ванной комнате, и всё, и потом достаю то, что мне надо. Здесь спокойненько всё достаётся, да? И здесь. Так, что здесь? Ну, зубная паста. Теперь что? Гель. Ну, упаковочку я вам показываю, как я всё это делаю. Гель, шампунь и соду я ещё беру. Соду, зачем я возьму соду? А вдруг я, у меня комару кусит, правильно? Вот поэтому я ещё беру соду. Кусочек мыла. Кусочек мыла я беру для того, чтобы маленькую какую-то там сделать постерушку. Сюда входит ещё я беру хлорекселин и перекись водорода. Ну, обязательно расчёска должна быть, мочалочка. Всё я беру такое, что, допустим, если... Потом можно будет просто выбросить. Зубная щётка обязательно и пилочка. Для того, чтобы, видите, вот кончик не укололся и не уколол мои руки и не... По шкоде мне сумочку, я его вот так вот при помощи трубочки закрываю. Так, это такие вещи интимные. Ну, там палочки, ватные диски, всё такое остальное, что нужно для женщины. Всё, закрыли мы это дело, да? Теперь, что здесь у меня? Ну, здесь я вам сейчас сразу покажу. Это у меня идёт для чего? Для зарядки телефона. Телефон в этой сумочке, зарядка в этой. И вот самая такая тоже мой важный предмет. Тут у меня всё. Помада. Звёздочка, сами понимаете, для чего. От комаров. Теперь гарпевир, потому что у меня часто гарпес. На всякий случай соберу, чтобы потом там не бегать по аптекам. Теперь, это капли дексаматазоновые, ну, сейчас я их красными пользуюсь, потому что я же аллегрик, я вам уже говорила. И кремчики. Крем для тела, крем для лица. Вот так, что это? Это лак, тоже я его упаковала. Ну, я вам показываю, как это всё запаковываю, чтобы он... Потому что если лак потечёт, то я испорчу, конечно, все свои вещи. Теперь, что это у меня? Гвоздика, гвоздичное масло я беру от комаров. И звёздочка, это от комаров. Теперь то, что я вам показывала, это мой такой органайзер для того, что если вдруг что-то порвётся. Теперь обязательно ножницы. То ножницы тоже, видите, у меня остренькие, поэтому я их прячу в трубочку. Вот так вот. И здесь, так это припаяло, запаяло, да, чтобы не пораниться. И из таблеточек я беру парацетамол, активированный уголь. Для упаковочки. И там ещё в этой сумочке у меня спазмолгон. Ножичек обязательно, но если, естественно, вдруг захочу приятно пахнуть, значит я беру пробничек. Вот всё, что я взяла в дорогу. Я думаю, что лишнего я не взяла ничего. И больше мне ничего и не понадобится. Всё остальное, что, допустим, тапочки свои, я могу потом спокойненько оставить, потому что они старенькие. И вот так вот я. Ну не знаю, мне кажется, я всё взяла. Ну мне кажется, ничего лишнего я не взяла. Всё мне очень-очень лёгенькое. Легко будет нести, если даже никто со мной не поедет, никто мне не поможет. Потому что всё мне невесомое. Даже сама сумка тоже очень и очень лёгкая. Я всем желаю вам хорошего отдыха, крепкого здоровья и долгих, долгих, крепких счастливых жизней.